Всем привет дорогие друзья, с вами Леон и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. И закончили мы на том, что разобрались с подрывниками, которые нападали на Good Springs. И в общем теперь город живет дальше своей мирной тихой жизнью. Сейчас ультра и в принципе я собрал все вещи, которые мне пригодятся в пути. Разобрался с инвентарем и так далее. И в принципе я готов, да, готов отправиться в большое путешествие, в большое приключение. Я думаю ребята нас будут помнить после того, как мы сделали столько хорошего для них. Единственное жалко, что в Шейен собачка Сани умерла. Это действительно самое печальное и грустное, то что произошло за последнее время. В общем вот путь дорога. Именно сюда, по этой дороге я думаю нам нужно идти дальше. Говорят, что на пути нам встретится что-то вроде парка аттракционов, где засели очередные подрывники. Которые, кстати говоря, если брать в расчет то, что мы немножко нахуглиганили, скажем с Good Springs, немножко поэкспериментировали и видели, что происходит у подрывников в их тюрьме, да, в исправительной колонии. Можно сделать вывод, что эти подрывники, которые сбежали, часть подрывников утаилась вот в этой, скажем так, парке аттракционов. Они вообще никакого отношения теперь не имеют. То есть даже сами подрывники хотят их там, от них избавиться, грубо говоря. И по сути, я так полагаю, это был один из первых квестов, которые подрывники нам бы дали. Но, как по мне, это не очень интересный квест, поэтому, в общем, как-то так я решил откатить ситуацию. С тем, что сначала мы пошли на путь на сторону подрывников, а потом, в общем, за Good Springs взялись помогать. О, следующий уровень, прям как надо, прям по заказу первого канала. Думаю, ремонт помогшу пока. Ремонт удобен тем, что мы можем сразу при случае ремонтировать оружие. А это облегчает наш инвентарь. Вот там, кстати, я вижу человека какого-то. Где-то у меня бинокль был. Ну-ка, тоже мне бинокль. Ну, кто-то там стоит однозначно. Ладно, неважно. Обезвоживание в уровень увеличился. Так вот, глотну баночку. Кстати, слушайте. Тут кто-то есть. Я это чувствую. Я не удивлюсь, если это подрывники. Опа! Ух ты, сразу крыт, я ему выписал, а что оружие из рук выронил. Динамит! Ублюдки. Нифига, я ему кританул два раза. Один раз в руку, один раз в голову. Ах, вот ты где. Надо-богадега. А ты, я смотрю, смазливый такой. Блин, больно. Я тебе постреляю, пёс! Сдохни! Ну, умер он, конечно, честно говоря, эффектно. Однако, знаете, что я понял? Я, кажется, забыл повысить уровень сложности. Хотя нет. Чё за бред? Чё-то они быстро умирают. Хм, ну ладно. 5 долларов НКР, а у НКР же своя валюта появилась. У нас тоже, как бы, такая тема. Турбо. Ух, нифига. Турбо. Подонки, а? Интересно, почему я подумал, что... Чё-то странно вообще, конечно, творится с уровнем сложности здесь. Но мне ли жаловаться, скажем? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-тим. Но этому чуваку явно не повезло. Первая пуля ему попала прямо в руку. Отчего он выронил ружьё. Но пока он там собирался, смысле? Вот, кстати, смотрите. Тут самолёт такой переземлился. Хех. Выглядит, кстати говоря, очень даже это... В целом. однако обычная декорация что шкафу пригодится не только вот кружку взял зря взял кружка изолента за ленту надо подбирать я прям уверен что она нужна грязная двоенная одежда ловкость плюс один ладно мы еще в домик в этот не забежали надо посмотреть что там есть тут рядом где-то еще один подрывник чуду я или не подрывник то он кто-то бегает а это это мухи все понял ладно все в крайне здесь пипец вроде никого языки такая крышка вот со звездой ключ ключ подобрали к чему этот ключ может быть интересно кстати подбираю постоянных гильзы а отлично так одежда оселенцы пустоши пистолет калибра 22 с глушителем тоже угодно пригодится всякая бахло ненужная тут движок даже ну все ладно держим дальше путь к парку аттракционов губ конечности все целы что самое главное остальное неважно вот этот тут не тоже что не нравится давненько я не видел рейдеров знаете еще стретил фоллаутов тут они остались интересно должны в принципе почему нет же рейдеры были есть жеваный торт ни хрена себе вот это поворот вот это приехали нарвался на мину и надолбанную засаду подрывников надо на сей раз буду смотреть под ноги да я перепугался немного грамотомет пистолет винтовка с патронами кстати есть момент такой что их не хватает и это меня радует опять гадский лагерь подрывников запад забрал прикольная штука у вас да ты это ну-ка какого хрена нифига вы какие-то модные ребята пошли а тебе-то давай-ка в руку и в голову отлично получили добрую карму постоянно мне кто-то норовит пригласить в доту а еще кто-то в доту зовет заколебали я все понимаю виктор но в данный момент я стою на бомбе которая сейчас взорвется где дрени феи так или иначе что здесь делаешь вообще как ты узнал что я в беде ну да постараюсь об этом не забывать ты угрожаешь мне ты следуешь за мной поэтому чувствую за тебя ответственность ухтушну нифига себе робот с чувством ответственности обалдеть ну так не делай так больше я смогу о себе позаботиться да уж в реке не сомневаюсь и у каждого от момента когда ему нужна дружеская поддержка возможно и ты мне когда-нибудь поможешь возможно до свидания сирии бакару 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 блин чертова мина снова мне чуть ногу не оторвало срыгнул падла подрывники такие подрывники ладно царе этого обыскал обыскал это у вас подрывник да это прочесть записку ухты записки сказано последнее время встречается пару патрулей а это значит мало добычи ребята думают что пора отсюда соваливать идем дорога на север я же в направлении на стрип ты с нами хоть мы уже не связаны цепями нам стоит держаться вместе подрывники подрывниками а у них вроде более-менее есть какие-то дружеские знаете принципы такая карма чем вы говорите это же все подрывников они засранцы те еще все давай все заберу ну ладно когда радиоактивная лужа здесь с длинным залпом то тоже пригодится прокачаем взрывчатку прокачаем баллистику смысле патроны обычные обычное оружие огнестрельное здесь нельзя да выйти вот наше тело начало насыщаться радиацией мало приятного вот кстати я понял так что разработчики очень хорошо подтрудились над проделанным уровнем сложности скажем в игре персонажи умирают быстро в принципе немедленно как это было в той же третьей части так здорово охотник взялся туда ну-ка пошел к меня нафиг дурная беспонтовая скотина целебного порошка мне так вот враги то более-менее умирают еще быстро но с тем самым мы умираем еще быстрее мы очень тонкие уязвимые ой ладно ребят не буду тогда сюда подходить здесь радиация такой ров в принципе смотрите заметный как будто что-то протаранило здесь землю причем найти это надо знаете пройтись посмотреть что там такое у меня прям любопытство самое это целебный порошок выяснить еще целебного порошка захалывали сохранились и побежали может это просто ров обычно может здесь канализация была раньше просто вот так вот обвалилась все но выглядит от так как будто сюда что-то упала на высокой скорости проделала все это землей а где токсин фантом циквляж все круто немного и немало в принципе о чемодан пустой ладно главное не насобирать столько радиации чтобы начать светиться иначе нас может быть видно за милю шутка тут тоже особо ничего нет ладно держим дальше путь свернули мы с дороги может вернуться ола кстати а я чуть как-то не посмотрел вот том заднем кузове машины давайте быстренько так быстренько вообще шустриком сгоняем до него посмотрим что-то мы забыли подобрать потому что я уверен что мы что-то забыли подобрать что такое выпить то здоровье надо повысить атомный коктейль водка пиво скотч виски алкоголем я не балуюсь здесь еще есть да нету все ради атомного коктейля прибежали зато на дорогу вышли идем дальше может на какую-нибудь засаду налетим у нас кто-нибудь захочет ограбить ой точно еще он туда можно сходить такие пустоши а постоянно есть что исследовать прим вперед лос-анджелес север что раз таракан вау давно не видел рад тараканов о и так куда здесь в бери дикой природы от таракан сдох быстро сильно успел я прокомментировать охотник эй я здесь куда побежал тостой стой стой твой мать сейчас тоже перезаряжу стой чебурашка перестреляли их всех появились кстати вот эти вот новые фишки что убьешь энное количество тех или иных животных или сделаешь те или иные действия тебе откроется дополнительный перк фуганность а пахнет так как отвратительно итак у нас здесь как мы видим кто-то наверху была бы у меня снайперская винтовка ох снайперская винтовка как же ты мне бы сейчас пригодилась парк аттракционов захвачен кстати говоря внутри находится подразделение вот это вот экспресс которому мы принадлежали то есть наша служба доставки где работали оба это ты сперешься прим закрыт для посещения что происходит в приме конверт захвачен преступниками сбежавших из тюрьмы что дальше по дороге жители или убиты или потерялись добавок тут еще орудуют две банды рейдеров а вот и рейдеры кстати тебе стоит вернуться в гуд спрингс если шкура дорога я могу о себе позаботиться твое дело не говори потом чтобы это самое короче не жалуйся пес если тебя прикончат мертвым домой не возвращайся сушки да вы задостали со своей доты уже реально значит нкр крышит пока что это место чтобы не покинули эти бандиты и рейдеры территорию ладненько ладненько я пока что здесь осмотрюсь что здесь есть а вот мост который ведет туда пересечем мост и встретим жуткое сопротивление нам бы с оружием разобраться у нас не так уж и много патронов еще бы нам снайперку не помешало найти или хотя бы снайперский прицел приделать кормить винтовки да нифига себе ядерная батарея такая просто к столбу приваренная а вот и лагеринка добрый день сержант маки хорошо обращусь откуда ты родом да мне плевать на самом деле откуда он родом вообще не моё как говорится дело сержант это вы лейтенант чем твои проблемы пёс что вы здесь делаете нас послали сюда чтобы задержать преступников сбежавших из исправительного учреждения как ты видишь не очень справляется с этим в чем то в чем трудности с заданием задание никаких трудностей трудности в том что у нас не хватает снаряжения как в принципе у меня преступники куда лучше вооружены и организованы я пытаюсь добыть подкрепление да и оружие с патронами не мешало бы на черт дело идет слишком медленно у меня есть другие вопросы что известно о преступниках немного они называют себя подрывниками видно потому что в качестве оружия используют взрывчатку которая применялась для строительства они действуют на удивление организованно по крайней мере это может быть счастье мне кажется кого у вас от основных сил да вот об этом кстати говорили подрывники которые были в тюрьме что они сбежали просто-напросто и оккупировались тут расскажи мне об исправительном учреждении это и кнк р исправительная колония некоторое время назад заключенные устроили бунт убили охранников тем что не успел бесс чувствует тут есть другие вопросы а нет 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 у других вопросов все губой хотя подожди стой есть у меня вопроса что ты будешь дальше с этим всем делать а нет все нет вопросов у матросов нет вопросов не справляются ребята можно в принципе пойти к другому подразделению нкр и запросить поддержки для них они будут нам благодарны ну или просто пойти и вычистить всех кто там находится собственными силами что я в принципе думаю мы сделаем в следующей части прохождения а сейчас я завершаю эту часть если вам понравилось и так далее всем спасибо да еще раз и тортика